Здравствуйте! Это Варшава. Королевский парк. Сегодня 30 марта 2018 года и сегодня прекрасная совершенно погода. Кстати, я очень люблю гулять в парках разных городов, где я бываю. И на моем YouTube-канале вы можете посмотреть видео о наших прогулках в парках Москвы, Варны и других городов. В этом парке я нахожусь уже второй раз. Первый раз был в 88-м году, и это тоже был конец марта. Это было давно. Я уже не помню, какая тогда была погода, но мне кажется, что она была прекрасной. Так же ярко светило солнце и так же зеленела трава, как и сегодня. Сегодня великолепная погода. Тепло, солнечно. С удовольствием многие жители Варшавы гуляют по парку. Здесь очень много и уток, и павлины есть, и белок мы встречали, и разные другие животные. Но об этом вы увидите в отдельном видео о пробуждении, весеннем пробуждении природы. Наконец-то в Европу пришла весна. А сегодня мне с вами хотелось бы поговорить совершенно о другом, о человеческих отношениях. Вы замечали, что наше восприятие окружающего мира напрямую зависит от настроя, нашего настроя по отношению к нему. Ну а наш настрой, настроение очень связаны с теми людьми, которые находятся рядом. Какого качества эти люди? Какие отношения у нас сильные? Я очень консервативна в человеческих отношениях, и я бережно храню их, несмотря ни на что. Имея определенный жизненный опыт за плечами, я поняла для себя, что если что и стоит беречь, как зеницу ока в этой жизни, кроме своего здоровья, так это отношения с теми людьми, которые нас оберегают, поддерживают, представляют. Это так здорово, когда такие люди постоянно находятся рядом с вами. Но в жизни случается и так, что судьба разлучает вас, и на очень долгое время. Правда, признаюсь, бывает страшно встретиться с человеком через много лет. А вдруг он изменился? А вдруг он не такой, каким был приятен тебе? И как здорово, когда ты обнаруживаешь, что да нет, он всё такой же. И все те качества, за которые он был дорог тебе прежде, все остаются при нём. Более того, с годами они развиваются, расцветают. И те качества, которые ты разглядел в этом человеке много лет назад, продолжают радовать тебя и являются основой для замечательных отношений ещё на долгие годы. А почему ты всё-таки вот в Варшаве живёшь? Потому что я здесь родился, поэтому я здесь живу. А где мне жить? Вот, я так и знаю. Честно сказать, я не живу в Варшаве, только рядом с Варшавой. Рядом с Варшавой? Да, я уже сейчас. Сельский человек. Ну, далеко? 600 метров. Плавное, ввода, где-то она не прережет. Ну, вот, в Чайку-Маре живёт? Не, не, у него жена. Она преподаватель в Вудзе, так как и не всё. Это у Ламеньки уже живёт? Да. Ага. Ну, она там преподавает театр. Ну, как-нибудь скажи, мы помогли. Ну, да, ну, как говорить, как рассказывать, как наложивать внушения. Она сейчас книжку написала, много лет назад, насчёт Граха Магрина. А сюда не приезжает? Иногда приезжает, но сейчас уже нередко. Потому что папа 84 или 82 года, так что папа уже не очень любит ездить сейчас. Он любит ездить, но он знает, знаешь, на экскурсию пароходов. Там караида в Уратии, разные острова. Вот это ему нравится, потому что все на месте. Да? Он же идёт там на судне. Там у него один же старый, второй же старый. Он может потанцевать, он может танцевать. Там может кататься на коньках даже, если надо, и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok